Приветствую вас и тонкость, деликатность вашей ситуации в том, что, понимаете как, есть некоторые вещи, которые являются объективно реальными, объективно имеющими место в вашей жизни. Есть вещи, достаточно надуманные, которые получили свое существование, получили возможность иметь место только потому, что у вас, в вашей жизни, ну, имеют место быть определенные ситуации, определенные обстоятельства. И если бы не они, если бы не эти ситуации, не эти обстоятельства, то тогда можно говорить о том, что ничего бы этого у вас не было. То есть момент здесь следующий. Вы, с одной стороны, прошу вас вот этот момент постараться понять. Вы, с одной стороны, находитесь в кризисе в отношениях с мужем. И кризис этот означает как минимум, что вы не чувствуете себя женщиной, ну, полноценно, полностью. Кризис этот означает, что вы, как минимум, испытываете определенные трудности, определенные проблемы в отношениях. И вам, собственно, нужна поддержка, нужно какое-то мужское внимание, да, и так далее. И вы его, собственно, благополучно так получаете. То есть вы можете его получить, и получить вы его можете достаточно легко. То есть у вас есть от кого его получить. И этот момент связан с вашей потребностью, конечно. То есть сама по себе потребность встречаться с кем-то. А у вас, безусловно, есть эта потребность. Но продиктована она не тем, что вам нравится другой мужчина, а продиктована она тем, в первую очередь, что у вас есть потребность. Вы чувствуете в себе потребность, ну, например, быть в отношении с кем-то. Просто с кем-то, мы здесь даже не будем сейчас говорить с кем именно. Просто быть в отношении с кем-то. И именно эта потребность заставляет вас тяготеть к этому человеку. Я имею ввиду к мужчине, который вам нравится. Понимаете, никто не знает, в том числе, я уверен, и вы не знаете до конца, что будет, когда и если вы поймете для себя, что с мужем, я имею ввиду с вашим мужем, у вас все закончилось. Никто не знает, что будет, когда вы поймете каково ваше будущее этих отношений. И никто не знает, как вы тогда будете относиться к мужчине своему. Поэтому вам необходимо не торопиться, не спешить. Сперва грамотно и правильно, спокойно закончить отношения со своим мужем, чтобы не бежать вперед быстро, чтобы не наделать ошибок, которые потом могли бы заставить вас чувствовать сожаления относительно этого. Закончите отношения с мужем, для себя закончите их, а потом просто-напросто будете думать уже, будучи одной, будучи свободной, вы будете думать о том, что вам делать дальше. Как вам приступать дальше? Как вам приступать дальше? Как вам приступать дальше? Именно этот момент является для вас верным, правильным и наиболее безопасным для вас. Далее, значит, что будет, если вы признаетесь мужчине в симпатии В своей симпатии Ну, во-первых, вы дадите ему некоторую надежду Надежду на то, что у вас могут быть отношения Во-вторых, вы сразу же автоматически переведете ваши отношения в тип любовника То есть, мужчина для вас будет, по сути, любовник Из-за того, что вы с ним, как бы, не можете быть вместе Вот Ну, сперва, вначале Сразу Сразу вы вместе с ним быть не можете Это, я надеюсь, вы хорошо понимаете Для себя Вот именно этот момент Раз, так Значит, мужчина будет чертовать себя Ну, не единственным в вашей жизни А это всегда Стресс Это всегда Определенные переживания Это всегда Определенные страхи Это всегда Определенные Негативные моменты Которые могут Очень хорошо Испортить жизнь Вам И Мужине И Мужу Кстати говоря В том числе Поэтому Если вы сейчас Человеку признаетесь Симпатией То Скорее всего На ваше отношение Это повлияет Негативно Вы можете Сказать ему Как бы, между прочим Что У вас Есть Некоторые проблемы Сам Например С супругом Что вот Вы Думаете О том Как бы вам Там Например Разводиться С ним То есть Думаете Вы О том Как бы вам Отношение Закончить С супругом И Это Хороший Элемент Поведения Если вы Желаете Посмотреть На мунический На то Как он К вам Относится Если вы Хотите Убедиться Или Даже Не убеждаться А Просто Посмотреть Как человек К вам Относится Что От него Можно Там Ожидать Ну Например Самая банальная Да Что Можно От него Ожидать Вот Это Тоже Является Правильной Моделью Поведения Для вас Это Является Безопасной Моделью Моделью Поведения Для вас Далее Вы Спрашиваете Как Ко мне Относится Мужчина То есть Вы Спрашиваете У нас Как К вам Относится Мужчина Который Ну Собственно Вызывает У вас Симпатию Но Проблема Заключается В том Что мы Не можем Этого Знать Дело В том Что Как Он Относится К вам Можете Знать Только Вы И Все На самом деле Потому Что Мы Этого Человека Не Знаем Но Однозначно Можно Сказать Следую Во Первых То Что Мужчина Относится К вам Искренне Сейчас На Данный Момент Я Не Сомневаюсь Это Уверен Действительно Так То Что Он Испытывает К вам Теплость Чувства То Что У него К вам Симпатия Это Тоже Совершенно Определенно Это Так То Что Он Ничего Кроме Симпатии Пока К вам Не Испытывает Такой Вот Сильный Это Тоже Определенно Так То 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 Не Нужно Приписывать Человеку Тех Качеств Которые Вы Хотите В нем Видеть Или Тех Качеств Которых Вам Не Хватает В своем Муже Это Прямой Путь К Искажению Восприятия Человека Это Прямой Путь К тому Чтобы Стать дальше От Любви Стать дальше От Ну Скажем От Принятия Человека Таким Какой он Есть И Стать Ближе К тому Чтобы Человека Условно Говоря Человека Подчинять Каким-то Вашим Потребностям Вашим Желаниям Вашим Представлением О том Как Все Должно Быть Вот Это Ошибка Которую Вам Ни в коем Случае Нельзя Подпускать Поэтому Вы Постарайтесь К этому Так же Приклушиться И Постарайтесь Сделать Так Чтобы Обезопасить Себя То есть Трива Вы Завершаете Отношение С Музем Полностью Разговариваете С ним Полностью Определяете Что у вас И как И Потом После этого Вы Уже Будете думать Что делать Дальше Я рекомендую Вам Какое Время Побыть Одной Без Мужчин Вообще Чтобы Присутствовать К себе Чтобы Понять Кто вы Чтобы понять Что для вас важно Куда вы идете К чему вы стремитесь И так далее И после Этого Уже Речь Акция Сблизаться С Мужчин С Другим Или Нет На этом Счем Надеюсь Что помог Вам Если Какие Вопросы Остались Обращайтесь В личку Помогу Если Вам Понравился Мой ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучше Пожелаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи Продолжение следует